Телеканал КРТ представляет Это люди, за которыми стоит бренд Стоит куча людей с рабочими местами Это целая организация Не может один продюсер Это раньше был Игорь Лихута и Тая Павли Они сели в машину Поехали на концерт, Тая спела Они деньги посчитали и уехали Раньше было так Или Фалеса ездил там с Лорак Или я с Бужинской Или Никитин с Билы Раньше было так Сейчас уже ушло то время Сейчас для того, чтобы артистка стала известной всему миру Чтобы она выступала на Евровидении Чтобы ее смотрели миллионными просмотрами в Ютубе Это должна вестись огромная работа Я снимаю шляпы перед этими продюсерами Это менеджеры высочайшего уровня А какая самая это работа? Пояснить, чтобы у многих людей склалась картина А какая роль и работа этого продюсера в деталях? Что ему нужно делать? Это тема отдельной передачи Это очень большая тема У нас не хватит времени Я вкратце скажу Это правильно вести артиста К каким-то высоким достижениям Домовляться за концерты Не только Домовляться за концерты Это одно, естественно Правильно вести бизнес Это рекламные кампании Это выпуски каких-то треков знаковых Которые запускаются на всех каналах И бомбятся там в течение какого-то времени И когда уже вся страна поет Вот смотрите Ну вот я вам приведу пример Какой-то гениальный, например, ход продюсерский Это, вы знаете В России есть такая певица «Глюкоза» Вы знаете историю вообще или нет Этой глюкозы? Нет? Нет, нет, нет Макс Фадеев придумал эту глюкозу И пять лет ее вообще никому не показывал Или три, или четыре До пяти лет Но звучали везде ее песни Они пускались на телевидение в виде мультика И глюкоза это была просто мультяшный герой То есть ее рисовали такая красивая девочка Такая амазонка с длинами Так, 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 да Вот, да И все знали, о, это глюкоза, глюкоза И вся страна пела ее песни А потом он в один прекрасный момент Выпустил живую глюкозу И ей не нужно было ничего Ее уже знали все Ее уже приняли такое, как она есть И она уже была звездой И она стала звездой Вот продюсерский ход Вот он придумал, например, такую фишку Ну то это фактически стратегия разведка Это... Никитин, как «Каска» залетела? Какая музыка там, какой напрямок? Кто-то знал группу «Каска» вот до «Плакала»? Я, наверное, зараз ее не знаю Вот видите, но Никитин сделал гениальный шаг Он нашел контент Он нашел одну песню Плакала Через месяц эту песню пел весь мир Это сделал Никитин Это не сделал там кто-то другой Это сделал гениальный продюсер Который правильно ведет свою работу Как он раскрутил неангела Вы помните, что говорили о неангелах? О, эти две девки У них, они выглядят как проститутки У них мужские голоса Это трансфеститы Одна спит с ним Там что угодно Все это спит Это все на руку у продюсера Чем больше говорят Чем больше вот этого всего Это создает популярность А сейчас неангелы Они более 10 лет уже на сцене Они зарабатывают сумасшедшие деньги У них сумасшедшая популярность У них на год расписан гастрольный график А группа «Каска», которая сделала, будем говорить, вот такой вот один трек «Плакала», да? Сейчас с аншлагом собирает дворец спорта Потому что люди Это стадо баранов, извините меня С точки зрения отношения к музыке И продюсер находит фишку Как это стадо заставить слушать свой материал своего артиста Что нужно им дать Что нужно им дать, чтобы они балдели Очень хорошо подумал об этом Винник Очень хорошо об этом подумал в России Стас Михайлов Елена Ваинга Хммм